Доброе утро, мои дорогие зрители! Всех приветствую, всем рада, с вами Наталья. Ну что, праздник прошел, и все пошли на работу. Но всех православных я поздравляю с праздником. Сегодня, ну не очень большой, но все-таки праздник. Всех поздравляю. Погода, как у нас душно, какая у нас повышенная влажность. Ночью и под утро ливень был опять, сейчас пасмурно. Опять не витриночки, и очень душно. Ну прям вот парилка, баня. Ну что сделаешь? После дождя и жары всегда так. Ну что, вернемся в Туровку. Вчера вышла она в стрим. Ну, после провального стрима, после провального видео, надо выйти и оправдаться. И что я заметила? Вчера ее перла. Да-да-да-да-да. Она вчера как мыльный пузырь раздувалась. О чем я подумала? Лекарство забыла выпить. Гриша ушел в поход. Да. Абрам в поход собрался, наелся кислых щей, в походе обосрался и умер тот же день. Это Гриша. Потому что то, что она ему собирала, это, конечно, трэш в поход. Ну ладно. Тема какая была? Развод из-за Ютуба? Ютуб не брошу, лучше разведусь. И она почти не два, полтора час, сорок она сидела, набирала тысячу лайков, чтобы рассказать про эту тему. Да. И народ еле шел. Ну, кидать ей накидали. Ну, гидроголовок не зажаришь, не поешь, не убьешь и ничего с ними не сделаешь. Поэтому все началось с чего? Только в телеграм-канале, во всех чатах сказали. А что это Быкова никого с праздником не поздравляет? Все блогеры поздравляют, а это не поздравляет. И вот оно тебе. Но у меня ее поздравления вообще, конечно, честно убило. Я даже записала. Но это невозможно. А, сегодня день России? Поздравляю. Не, мне понравилось. Поздравляю, сегодня день России. А, сегодня день России? Говорят. Угу. А как отмечать? Ну, отдыхают, и мы отдыхаем. Все. Она про этот праздник вообще ничего не знает. Ей неинтересно. Это наша такая патриотка. Угу. Выставить 500 тысяч на стройку в сарае. Вот это вот, извини, херня. 500 тысяч стоит? Ты, наверное, туда вложила стоимость рабочих? Тогда может быть. Может быть. Но не стоит она полляма. Брус, доски. Все привезли. Откуда вы? От грешания. Металл купили. Утеплитель купили. ОСБ купили. Откуда 500 тысяч? Ну, она же любит, когда ей что-то надо умножать. А когда приходят донаты, ее же Машка научила делить пополам. Да-да-да-да-да. Ну, и опять же, у нее две темы. Значит, донаты на других каналах. Нет, она не завидует. Нет-нет-нет-нет. Ну, она прям радуется. Да, мы вчера видели, как она радуется, что на других каналах донатят. Такие суммы. Там вот играют. Стоп. А твой любимый, Дрюня, тоже начал играть. Вчера стрим был игровой. Только я ничего не поняла. Я зашла, посмотрела, говорю, ничего не понятно. Что он хотел этим показать? На иностранном языке какая-то игра. В общем, не знаю, что это у нее был первый шок. Там было 25 человек у него на стриме. Что ж ты, Дрюня, ты ничего не говоришь? Он тоже играет. И вышел в стрим. И я так думаю, он скоро будет деньги собирать на этой теме. Да. Поэтому здесь я, конечно, все записала. Тут за ней вот сиди, только записывай. И поэтому она очень завидует. Хотя она говорит, что нет. Но она завидует. Дальше что? Она сказала, да, вот у меня новый маникюр. Но все же сказали уже обзорщики про эти красный лак. Мне на него дал муж. Хочу спросить, с какого хрена тебе дал муж? Да. Решание. С какого? Он что, зарабатывает. Он тебе приносит зарплату. Или из общего кишелька взял и сказал, на, сходи посредися и сделай маникюр. Ну да. Ну да. Мы верим. И опять любимая тема. Пособий нет. Государство не помогает. Вот этим маргинальным семьям, которые там в деревне живут, вот Оля бы правительствовала бы ее. Она бы все поставила на место. Она бы сделала мне, 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 мне. А вам вот, вот, вот и вот. Ну потому что так. Маргинальные семьи. Вот неправильно. Вот надо проверять, какая семья. А мы работающие, вы работающая семья. Ты где работаешь? Ты работаешь только своей звездой. Больше ничем. Подсеять, выродить. Посеять, выродить. Вся твоя работа. Решание. Ушел с работы. Ушел. И дома он ничего не делает. Поэтому ты не звезди, мадам. Я могу сказать, что восемь лет назад мой муж строил приличный сарай. Даже побольше твоей пристройки, целиковый сарай он строил. И в деревне, тетки. Этот сарай в то время, ну да, восемь лет назад он обошелся, весь материал. Он обошелся в 35 тысяч. Пускай сейчас материал тебе обойдется в 100 тысяч. Но ведь Гриша строит сам. Так же, как мой муж с тетки строил сарай сам. Тетка дала деньги, он съездил, закупил материал, его призы. Он его, извини меня, за неделю построил. И свет туда провел. И все сделал. Вообще красота была. А у этой, мама дорогая, полляма, да. И опять я говорю, вот она опять поливает государство. Государство ей опять пособие. У нее на 700 рублей превышает. Но на 700 рублей на каждого. То есть на 9 человек 700 рублей. Умножайте. Насколько больше у нее тысяч. При том, что должно быть на каждого по 13 тысяч. И прибавьте еще вот эти по 700. То есть 13 700 на каждого. Вот умножайте на 9 человек вместе с ней. Так. Еще она много рассказывала, что она тоже в деревне занимается благотворительностью. Но вот это уже вообще смешно. Вот приходят к ней, дай Оле денег. И Оле дает. А потом раз дает, два. Понимаете? У нее очень много денег. И она дает соседям. Вы верите? Я верю. Да. А потом она говорит, хватит денег. Давай-ка иди работай ко мне. И сразу я хочу зацепиться. Как она рассказывала. Ну, потом она уже вернулась. Это я потом скажу про, опять же, про деньги. Я вернусь к деньгам еще, да. И еще. Ну, почему у русских, ну, нет такого чувства порадоваться чужому успеху? Ты что, дура, что ли? Ну, что я? Ну, ты дура. Порадоваться? Да, порадоваться есть. А почему бы нет? Это ты не умеешь радоваться. У тебя одна зависть. То, что она у тебя есть, ему драку понятно, да. И еще Оля сказала, что... Вот она рассказывает, вот в моей прошлой жизни, в прошлой жизни моей, она что, кошка, у нее что, 11 жизней прошлой жизни, с прошлыми мужьями. Она вот это вот все убрала, она вычеркнула это все, и теперь у нее новая жизнь, с грешами. Угу, верю. Да, 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 да. Ага, что еще? Ну, и как всегда, это любимая тема. Мы в 90-е жили плохо, и мама у нее то плохая, то мама у нее очень хорошая, но, но... Оля замечательная мама. Это она сама так сказала. Ваша Оля замечательная мама. У ее детей, у нее много, 12-й на подходе, 11 деточек. У нее были отличные дети, и они у нее одеваются с иголочки. Да ты что? А мы никак не посмотрим. То штаны с заплатками, коленки вытянуты, то сандалии малые, пальцы торчат. У кого это самое, коленки вытянуты, и на три размера больше. Мы видели твоих детей на праздниках, начиная с того, как Даня был года два назад или год назад, на празднике 9 мая он пел в этой джинсовке, которая, извини меня, со взрослого плеча, вся потертая, вся грязная, в черных каких-то штанах. Мы видели. Мы видели, как твои дети одеты на праздник, на утреннике в детском саду. Мы видели. И это ты, говоришь, хорошая мама. Да ты жопу свою не поднимешь, чтобы утром детей на праздник собрать. Это ты, хорошая мама, да. Ну и, как бы, к заключению, к чему шел-то вообще весь период. Она рассказывала, значит, я так и знала, что это будет ЕП-шка виновата. Оказывается, ЕП-шка, когда они переехали, ну мы эту всю песню знаем, знаем, все знаем, не работал, ничего не делал, и он какой-то вот приносил по 500 рублей, приносил продукты с церкви, ничего не хотел. Только Оля все хотела. Она сразу побежала в Собес. Она выписала себе пособие на корову. Она там начала заниматься делами. Да. ЕП-шечка ничего не делал. Ничего вообще ничего не делал. Они с ЕП-шечкой очень плохо жили. Почти три года. Ей помогала мама. Да, вот то, что ЕП-шечка приносила из церкви, все, это больше ничего не было. Ей мама присылала тушенку, макароны мама присылала. Быкова забыла, что она в тот период открыла детский сад. Это раз. Тоже были продукты и деньги. Но тут все. И у нее была подруга, которую ей очень долго присылала каждый месяц по три тысячи. Вопрос. Где подруга? Где подруга? Два друга, модель и подруга. Где подруга? Ты подруге вернула долг? Ты же потом стала на Ютубе очень обеспеченная женщина. Купила себе машину за три ляма. Даже не ты купила, тебе купили подписчики. И ты сказала, у тебя такая зарплата была. Вот если была бы зарплата, как вот до монетизации, до отмена монетизации, ты бы сейчас дворец себе построила. Так ты и тогда побиралась. Даже тогда ты просила денег, когда у тебя зарплата была лимон. Да. Ты подруге хоть что-то вернула. А эта подруга к тебе приехала. Ты хоть раз ее показала. Ты этой подруге, которая тебе присылала деньги, везешь к маме, если везешь к маме, продукцию. Ты ей хоть раз довезла, отдала продукцию. Ну, хотя бы свою продукцию. Молоко, творог, масло. Ты везешь в Москву. Отвези подруге. Сделай жест благодарности. Ни слова, ни полслова. Мы только слышим, что эта подруга ей помогала. Да? Ой, что-то попало в глаз. Ну, и еще она сказала, что в тот период, когда они жили с епэшкой, она замучилась брать кредиты. Но у них были уже козы, куры, поросят. Она брала кредиты. И потом кредиты она отдавала. Оба-на! С детских пособий. О чем она сама и сказала. А она звездит, что она никогда не получала детских пособий. Ха-ха-ха. А кредиты отдавала с детства. Детские пособия для того, чтобы детям. А ты отдавала кредиты. Понятно. Так, ну что? И еще она сказала. Вот мы купили утеплитель. Хотя на донатили полторы тысячи. Но она деньги взяла из семейного бюджета. Ну вот продукцию они свою продают. Это деньги бюджетные. И она планирует бюджет. На что она будет детей кормить. Да. Ну, про кормление детей мы уже поняли, что маленькие в садике едят, вечером могут какао с печеньем. Замечательный ужин. А школьники, они вообще мало едят. Ну, я так поняла, школьники вообще не едят. Ну, посмотреть на Даню, он вообще ничего не ест. Зачем его кормить? Двое сейчас в лагере. Сашка вчера, он шорс выпускал, видно, с Сонькой в лагере. А за няньку у них Данька. Теперь он старший. Да. Теперь она сказала, учись, сынок. Следующая лялька твоя. Да. Ну и оказывается, а на строительство бюджет она не закладывает. Она закладывает на все бюджет. А вот на строительство, нет, для этого есть, вы дорогие, ее подписота. Она только на вас надеется, больше ни на кого. А на это не надо откладывать деньги. Вот ей надо отложить на свой маникюр, педикюр, причесон, ну так, чуть-чуть на детей, а остальное все в кубышку. А на строительство, это ваша задача. Не расслабляйтесь. Сегодня флешмоб. Сегодня день рождения ее канала. Сегодня в обед она обещала выйти. После того, как она приедет с перинатального центра. Да. Ну и финиш. Да-ва. Евгений Петрович запрещал ей ютуб вести. Да. Ей привезли тут двух детей. Да, тут появились Маша с Андреем, которые ее раскрутили. и она пошла в гору. Но ты забываешь, что когда у тебя получили, появились Ульяна и Артем, ты куда побежала? На мужское и женское. Да. Прямо вот в этом же году ты открыла ютуб-канал и в декабре ты побежала на мужское и женское. Для чего? Во-первых, заработать денег. Но оказался облом. Во-вторых, ты вчера в стриме унизила эту передачу. Неважно, какая она, кто ее смотрит, это не твое собачье дело. Люди работают и зарабатывают как могут. Так же, как и ты на трэше. Угу. И что я хочу сказать. Если бы не появились Артем и Ульяна у тебя, и ты не поперсно-мужское и женское, ты со своим каналом бы сидела в одном месте. В одном месте, да. И ничего у тебя не получилось. А то ЕПшечка и она вот все, она же как сказала, перед разводом она уже набрала миллион зарплату себе в денежку от быки прятала и поняла, что он сидит на шее и еще не дает ей делать того, что она хочет. Он правильно сказал, что ты проститутка. И мы это увидели после того, как ты изгнала ЕПшку. Как тебя разорвало на британский флаг? Что ты из себя стала показывать на он был прав. То есть он что в тебе видел, то он тебе и запрещал. Удалял твой канал, ты пыталась заработать. Ты же пыталась заработать. Когда тебя спросили, когда первое донат, я не сразу поставила на донат. Наверное, года через два в стриме я поставила донатную ленту. Поэтому вот такая у нас Быкова. еще я хотела сказать. В тот период, когда Быкова открыла канал, было несколько каналов деревенской тематики. Ну, не считая Козлодуевых, у них тоже была сначала деревенская тематика, это потом они во фриланс ушли. Жизнь в деревне никогда не видела, чтобы они просили денег. Семья в деревне тоже никогда не видела, чтобы они сидели и попрошайничали. Они все делают на свои деньги и на деньги с Ютуба. Молодцы ребята. Да, у них нету 33 ребенка, как у Быковой, но деревня состояние души. Молодая ферма, но это совсем другой же профиль. Я смотрю сельскую тематику, я люблю ее смотреть, но когда ты смотришь на тружеников, вот если взять семья в деревне, нет, жить в деревне, я не помню, кто из них, в Тверской области живут, они купили разваленный дом, они его отстроили, до сих пор строят, но параллельно в районе, они купили дом под снос, и уже, смотрите, второй год они уже под крышу дом возвели. И у них, я не вижу, что много было, Артем сам все делает, сам все делает, ну да, приезжал там, брат его помогал, когда надо с кем-то, его жена вместе с ним, да, люди уже за этот период себе дома понастроили, а у этой все просит, просит, они машину купили, да, взяли в кредит или заняли у брата, по-моему, купили новую машину, а то ездили на разбитой какой-то там семерке, что ли. Люди живут, работают, они выполняют, а это все просят и просят. И ты одна такая, на самом деле, ну, может, еще есть парочку таких же фриков, как Быкова, ну, мы поняли, что с Ютуба ты не уйдешь и ты готова даже развестись. Ну, Гришу Альфонсу ты никуда не денешься, вот ты его с работы уже сняла, но это тебе надо, а потом, ну, что дальше будет? Ну, посмотрим, что будет дальше. Надолго ли хватит? Сейчас родишь, и все, и Гриша будет плохой, ты его так же метелкой погонишь, я так думаю. Ну, наговорила сегодня много, интересно, не интересно, не знаю, потому что вот писала, аж на двух листах написано, да, на другой стороне где-то писала, не, на другой не успела, сюда перевернулась. В общем, за Быковой на стриме надо выходить с тетрадкой и все ее изречения записывать, потому что, если сравнить, что было раньше, это совершенно противоположность. Что не меняется, это плохое государство у нее, это плохая у нее мама, но иногда бывает хорошая, это опять ЕПшка и все остальные, да. А Гриша молодец, да. Все, до встречи, вечером на посиделки выйдем, много было вопросов по поводу фотографий, ну, покажу, расскажу, да, кто там и что там. Поэтому всем пока-пока, до новых встреч, хорошей вам погоды, ну, у нас, наверное, дождик будет, будет, все затянуто и очень душно. Ну, поживем и видим. Пока.